О степени готовности ЖКХ к осенне-зимнему периоду сегодня в очередной раз говорили на заседании Республиканской комиссии под председательством первого вице-премьера Республики Казима Уинаева. Отчитывались Министерства социальной сферы и профильные ведомства. Как выяснилось, проблемы есть. Какие, расскажет Марьям Джангуразова. Мы начали вовремя сезон. Такие праздничные дни дали возможность людям дома, гражданам посмотреть, когда было подключение, воду в системы заполняли, чтобы где-то аварии и прочее устраняли. А сегодня где у нас проблемы возникают? В городе, в республике. Министерство образования, здравоохранения, труда и соцразвития отметили – к зиме готовы полностью. В этом году даже капитально отремонтировали 26 лечебных заведений по республике. Опасения вызывает только жилой фонд. С начала года в госжилу инспекцию поступило больше тысячи жалоб от граждан. Проверки показали – обслуживающие компании свои обязанности не выполняют. В городском образовании Нарчик и в Баксане многие обслуживающие организации не выполнили обязательные требования по подготовке к зиме. В частности, это гидропневматическая промывка и гидроиспытание систем теплоснабжения жилых домов. Именно это привело к неравномерному распределению тепла в домах. Один стояк может отапливаться исправно, а соседний едва ощутимо. Есть и случаи несанкционированной врезки в теплосистему, сброса горячей воды на первых этажах и многое другое. Подобные нарушения могут повлечь за собой проблемы для всей сети, вплоть до отключения котельной, обеспечивающей целый микрорайон. Объяснять причины более чем 20 обслуживающим дома компаниям теперь придется в суде. Мария Джангуразова, Альберт Корцаев, Асламур Захандохов, Вести Кабардино-Балкария.